Салютики, друзья! Мы опять лентяничаем, у нас в воскресенье. Саша с Артёмом поехали в спортзал второй раз. Артём говорит, у него всё болит сверху, но давай потренируемся сегодня снизу. Молодцы, молодцы. А мы сейчас пойдём к Милане в комнату, перебирать вещи у неё в шкафу. Потому что вещей много, уже всё не помещается, но половина из них, как всегда, маленькие. Маленькие нужно убрать. Тимур играет с Алисой в Дами Лорд. Уже выключил? Нет, с Астой я не отвечу. Алиса! Мы рассказывали про эту игру, игра классная, и в этой игре появились новые вопросы. Нет. У Миланы шкаф закрывается на цель. Я просто не хотела, чтобы мы без меня начинали. Ах, ты какая хитруля. Вчера мы с папой пригодились, что берём все вещи и повесим замок. И мама будет выдавать вещи Милане сама. Потому что она в день по три, по четыре раза переодевается. Потом ей вещи складывать лень. Она их просто бросает в стирку. А я заколебалась за ней всё перестирывать. И посмотрите внизу, что творится. Видите? Надеюсь, сейчас мы наведём порядок, уберём всё лишнее. И мама будет выдавать Милане, что надеть. Нравится идея? Нормально. Нормально. Какой лицо фесли. Типа неуродливо перевожу. У мамы есть вкус? Нету? Как ты думаешь? Не знаю. У меня очень много нарядов. Да, но, к сожалению, половина уже маловато, да? Почти половина. Очень много нарядов. Куртку туда не обязательно было новую вешать. Кстати, у Миланы две новые куртки. Она до сих пор их ничего не надела. Потому что погода пока ещё у нас не слишком холодная. Ну, уже можно, уже можно. Так. Милана, а что вон там делают штаны? Где? А вон там, на шкафу. А вы сбоку обойди. Я не вижу. Сбоку обойди, справа. Я не вижу. Вот там, на шкафу. Не знаю. Ну, потяни их. Сейчас. Что они делают? Висят. Странный вопрос, да? Эта кофта тебе как раз? Маленькая. Уверен? Ты её больше не носишь. Снимай с вешалки. О, дурдом и ромашка. Дурдом и ромашка. Снимай с вешалки. Вешалки в сторону. Кофту, значит, вон туда. Покажи мне, какой это размер. Ну, знаю. Я её кухню уже не ношу. 140. Ну, ладно, убирай. Не носишь, не носишь. Всё, занимайся. Тихо! Как я умею громко, да? Это я ещё ношу. Ну, вешай. Маечки вешай в одну сторону. Ну, всё как-то по категории вешай, короче. Да. Дальше. Дальше. Это... Как раз. Да, но я как-то не ношу уже. И не будешь? А вдруг захочешь? Я думаю, не буду. А вдруг захочешь? Я захочу. Размер ещё как раз. Ну, я как не ношу. Уже очень давно не носила. Ну, смотри, Милан, ты просто, если половину уберёшь, тебе будет нечего носить. Новые шматки мы покупать не будем, да? А так дело твоё. Ну, так больше места... Можешь три маечки оставить, три кофточки, иглой, что-то... Так, это что я носила? Это ты носишь. А что там как-то странно висит? Да. Ага. А юбку можно вон там на прищепочках прицепить, видишь? Вот там, да. А вот с этим платьем Милана никак не хочет прощаться. Но уже и рукава коротенькие, и чуть-чуть немножечко, и попочка торчать будет. Нет. Нет? Ну, просто такое платье сезонное, да, пару раз в год оденешь там на Николаус, там, Вайнахтен и всё. Но я думаю, что оно тебе маленькое, Милан. Неудобно снимать из-за этой палки. У Тимура, когда была эта кровать, мы снимали эту палку. А у Миланы оставили. Я говорю, снять тебе не снять. Говорит, не надо. Они когда штабик делают, здесь, вы знаете, так вот навес этот делают. С палкой удобнее, без палки неудобно, да? Я думаю, это платье маленькое тебе, Милан. Как бы грустно это не звучало. Морские свинки на фоне, слышите, пьют водичку. Надо положить сюда, если вдруг ещё нужно будет их достать. Милана. Ну, может, увидим другое, купим по размеру. Давай, давай. Так, у нас небольшая пауза. Решила поставить пока вариться картошку с морковкой для шубы, которую я вчера не сделала. И поросячьи уши отводить себе на радость. Ну и расскажи, как сегодня? Сын, зал порвал? Порвал, порвал. Главное, что штаны не порвал. Что он сегодня тренировал? Спину и ноги. Он сейчас поехал к подруге, поэтому я не могу его спросить лично. Но Саша говорит, что Артём прям молодец, так замотивировал. Нет, он замотивировал очень сильно. Он прям старается, он прям все мои слова проглатывает, всё, что я ему рассказываю. Прям чётко, буквально всё воспринимает, всё делает, всё старается. Лучший ученик, да? Ну, видно, что прям очень замотивирован пока, не знаю. И вот это про питание, про сон, про всё меня слушает. В общем, они с Сашей решили, что они все залы в Ахине обойдут на пробные тренировки и потом решат, куда... Да-да, я вам покажу все залы, что у нас есть, все, чтобы он посмотрел визуально, по тренажёрам, по атмосфере. А в лоб он будет ходить? Вот, чтобы он потом уже сам для себя решил, что ему больше нравится. Может, ему общее... А, ну в конце мы на террасе потренируемся. Ой, у меня там выкипает. Не выкипай! Ухо! Ухо, остановись! Я извиняюсь, я прервалась. По дому не собираюсь тренироваться на террасе. Ну, только в конце приведём к лужину на террасе. Завершающий. Да, тренировку. И, конечно, наверное, ему не понравится зимой на террасе тренироваться. Как раз, когда вы будете завершать, будет уже самая такая погода ядрёная. Да. Также Саша его хочет в Харкор Стейшн сводить или нет? Я не хочу, он там был. Тоже, да. А он там был? Он был там, но он же молодой был тогда. Ну, да. Пусть сейчас уже со своей стороны посмотрят. Ну, не знаю. Как-то я походил, мне не мотивирует вообще в зал ходить. Ну, именно в зал. Я прорыв, что я вышел и тренируюсь, как я хочу. Вот, у меня своя атмосфера, я вышел, когда я хочу. А там людей куча. Каждому тренажёру надо стоять в очереди, спрашивать, ты ещё долго будешь делать, а ты там что-то. Особенно на выходных, да. А, пипец, короче. Я что-то как тут этого отвык. Не знаю. Конечно, есть тренажёры, которых мне не хватает здесь. Некоторых. Ну, одного мне очень не хватает. Я, может, его просто докуплю и буду дальше на террасе тренироваться. С одной стороны. С другой стороны, хотелось Артёму составлять компанию постоянно. Но я думаю, что я ему всё покажу, все залы. Это будет, ну, это будет что-то около 15 тренировок, наверное, да, примерно. А дальше, ну, пусть там с пацанами сам тренируется, они там на своей волне. Если он найдёт сегодня компанию, конечно. Ну, у тебя там есть желающие уже. Просто они тренироваться не умеют. Они не знают того, что я показываю Артёму. Они приходят и не знают, что делать там. Гоняют там вот эти вот, бегают по дорожкам беговыми, ещё что-то. Без понятия. Артём уже будет знать что-то, как, все нюансы. Уже он их будет дальше учить. Ну, и вот и славненько. Так что всё нормально. Мотивация у него хорошая. Через год не узнаете нашего сына. Запомни, он весит 66 фюажа. Да. Мы взвесились. Вот, будем смотреть, как у него пойдёт прогресс. Так, продолжаем. Пока я была в другой комнате, Милана сняла старые декорации со шкафа, повесила новые, прилепила, точнее сказать. Ну, давай, открывай шкаф. Что-то у нас уже внутри. На каком у нас этапе? Вот на таком. И на вешалках особо много не будет, в принципе. Потому что вы не представляете, сколько маленьких. У меня очень много маленьких. Очень много мы, да, отсеяли. Давай разбираемся дальше. Так, вот ещё они штаны. Там у нас целая коробка того, что маленькие. И маленькие. Эти жмут и маленькие? Да. Ну да, наверное. Они снейкие, только. Короче, пришли к выводу, что у Миланины не хватает колботок. У неё только чёрные. Не хватает штанов. Что ещё у нас не хватает? Всё остальное хватает, да? Что там колботок, штанов и... Юбок, пара шелк у неё всего. Которые ей как раз... Шорт столько, двое. Ну, пока не актуально. Пока у нас зима на носу. Уже летом купим. И я хотела пижаму одну. У меня просто была одна очень... Ну, у тебя ещё розовая пижама. У тебя три пижамы точно есть, а то и больше. Я просто хотела. У меня раньше была такая прикольная с единорожкой. Да. Такой сплошной. Плюшевый. А теперь всё. Ну, Милла, как-то неаккуратно ты что-нибудь сложила. Аккуратно? Как-то не очень аккуратно. Очень перфектно. Ну, а Булка пока очередной нос отгрызает. Мила. Какого? Да. Э, нос кривой. У нас скоро все игрушки без носов и без глаз останутся, да? Да, у неё нос кривой. Ну-ка, Булка уже на бок его сдвинула. Булка, это мой любимый мишка. И тут самый большой тоже. У неё в мишках. Замоткнулась. Поняла? Поняла. А, она поняла, конечно. Поняла, поняла. Видите, окончательная версия вещь? А ещё не окончательная? Милана. Что? Давай. Где? Где? Маечку повесить надо, не? О, началось. Я просто сейчас, она уже всё разложила, развесила. Я дала то, что постиранное, поутюженное. Эти штаны как раз, они тебе не маленькие? Ты их сейчас там положила? Эти? Нет. Поверена? Да, я их ношу. Ну, вот это навешалочка повесь в маечке. Короче, Милана в завершении всего этого своего перебора шкафа пошла к Тимуру и покопалась ещё у неё. У него там есть отдела с теми вещами, которые ему маленькие, и мы никуда их так не пристроили. И она вот себе, подожди, вот отсюда вот повыбирала рубашку, сказала, со свитерочком, будет носить красиво, когда воротничок торчит. Плюс у неё ещё жилеточка есть, белую рубашечку, такую рубашечку. Для спорта маечки взяла, ну и просто какие-то маечки. Да хоть по дому с леггинсами, да, можно носить? Да. Так что вот так вот не пропадёт. И ещё какие-то кофты. Ой, блин, одна рука неудобная. Какие-то кофты ещё тёплые, Тимура, она взяла. Какую? А там внизу. Да. Вот здесь вот свитерочек. Фитерочек красивый, да, правда. Ой, даже Марвел кофту взяла вот такую. О-о-о. В общем, у нас здесь было немножечко по-другому. Здесь у неё лежали вот эти вот органайзеры. О, ну ладно. Там у неё трусики, маечки, пижамки, юбочки, всякое такое. И это всё было здесь. Ну вот она решила разнообразие, разом, поменять это местами. Мне так кажется, не очень удобно будет отсюда доставать. Здесь как бы более открыто всё было. Нет, ну... Но она говорит, что удобно здесь кофты. Нет, смотри, когда ты одну вытягиваешь, то и все вытягиваются. Так, как-то удобно. Ну, вот так как-то. И вот тут целая гора. Здесь огромный контейнер. Плюс ещё сверху всё, что маленькое. Некоторое, конечно, там шрот-шрот нужно перебрать. Что-то грязное не астетируется или где-то дырявое, может быть. А что-то вполне приличное. В общем, сейчас я пересмотрю это. И пойду, наверное, свои уши уже выключу. Уже, мне кажется, они переварились. Сейчас прям будешь. Ты будешь, Ясюша? Да. Или ты не любишь? Я спать хочу. Спать уже хочешь? Уроки делай. Спать она хочет. Лишь бы уроки не делать. Ещё время знаешь сколько? Сколько. Сколько вот. Уже мои часы. А сколько что мои часы не фурычат? Нажми. И помыться надо. Села батарейка. Ну, ясно. Не важно. Но ещё не так поздно. Последние штрихи. Делаем шубу с Миланой. И натираем свеклу. Мы, кстати, сегодня с Миланой без денег даже на улицу не выходили, да? Да. Я в пижаме целый день была. Ой! Убери в сторонку, возьми другую. Да, я сегодня целый день в пижаме. А булка ходит, подбирает. Смотрите, морковки я варёные чуть-чуть дала. Свеклы чуть-чуть дала. Я думаю, не стоит увлекаться, а то понос будет. Да, булочка? Так что да. Сейчас дотрём, потом смажем майонетиком и поставим до завтра в холодильник. А завтра я отварю яички. И я сверху сюда яичками ещё посыпаю тёртыми. Оно как и украшение, и всё вкусовое даёт тоже. Мне нравится, когда так. Единственное, морковки варёные вот раз нет. Почему-то оказалось не так много. Не всю сварила, что вчера купила. И как-то там, видите, совсем скудненький слой морковный. Морковку варёные мы любим. Да ведь? Да. Давай. Хозяюшка моя. Уложила младших спать. Буду рассказывать про то, что вы давно уже ждёте. Спрашивайте в комментариях именно про то, что предшествовало моей болезни. Какие были симптомы или что до этого были, какие жалобы. Хотела рассказать чуть попозже. Разложить по полочкам, расписать. Но вы спрашиваете, ждёте. Я решила, ладно, идеального времени никогда не будет. Сяду уже, да и расскажу. Если вдруг что-то где-то сбивчиво или непонятно, вы можете задавать вопросы. Пишите, спрашивайте. Отвечу. Так вот. Сразу говорю, что это чисто мои наблюдения. Моё мнение никак нигде не закреплено какими-то там медицинскими или врачебными чем-то там. То есть это чисто мой анализ. Я уже так, исходя из того, что имею, проанализировала, что могло к этому привести. И если что-то из моих симптомов у вас тоже есть, это не значит, что у вас тоже всё обязательно плохо, да. Начну с того, не буду уж слишком далеко копать, начну с того, что где-то года два назад у меня появился запах изо рта. Заметил это Саша. Я сначала его не чувствовала. Снимала видео, да. Ну, как-то не афишировала, не говорила, потому что тема такая неприятная. Зачем она вам, к чему? На тот момент, проанализировав, почему он может быть, я решила, что это связано с зубом, наверное, мудрости, потому что ничего меня особо не беспокоило. К зубному ходила регулярно. Я почему-то начала склоняться к зубам. Не знаю почему. Я решила, что это зуб мудрости. Пришла к зубному. Зубной мне проверил, значит, все зубы. Всё было в порядке. Ну, зуб мудрости действительно какой-то был такой, так скажем, измученный. Особой нагрузки он мне никакой там, ничего мне полезного он не нёс. Располагался неудобно. Это не тот зуб мудрости, который удаляли мне этим летом. Это было совсем другое. И поговорив с доктором, мы сошлись о том, что она мне его удалит. И прям сразу на месте она его удалила. Но это не решило моей проблемы. Время идёт. Вот запах таки есть. Он не так, чтобы, знаете, он постоянно прям вот всё время. А он то появляется, то пропадает, то больше, то меньше. То есть вот так как-то. Я не побежала сразу к семейному. Я давай ковыряться, думать, что же дальше, куда дальше идти. То есть насколько всё плохо. Может быть, сейчас оно само пройдёт. Но нет, оно не проходило. И было так, что я вдруг просыпаюсь с утром, ещё не ела, ничего не пила, чувствую какую-то крошку в горле. Не поняла, что бы это могло быть. Я её выплюнула, раздавила. Знаете, она такая, как творог, что ли, такая мягковатая, да? И по цвету, может быть, похоже. И вот у неё был такой вот этот вот зловонный запах. И тогда я поняла, откуда растут ноги, что запах, наверное, вот как раз-таки вот от этого, что выпало. Ну, думаю, выпало и выпало. Наверное, всё. Ну, конечно, в интернете начало ковыряться, читать, что это может быть. И везде вы найдёте информацию, что это вот камни в миндальных, да? Ну, как камни, они такие твёрдые, как камни. Их можно раздавить пальцем. Но они бывают вот от светлого цвета, белого до, там, не знаю, каких-то может быть жёлтых-коричневых оттенков. Вот. И значит, с тех пор периодически они начали появляться. Иногда вот так вот с утра, иногда в течение дня. Бывало даже в день несколько. Бывало, что пару дней или там неделю вообще нет. Значит, я начитала, что это танзелит. Вот, почитала, значит, симптомы, всё как. И так как это у меня в какое-то время уже продолжалось, то есть, то оно появлялось, то проходило, то запах был, то не было. Я решила, что это хронический. Ну и пошла, значит, я с этой проблемой к лору. Значит, я пришла к лору, к нашему русскоговорящему лору, к которому и до этого обращалась. У меня раньше были периодически проблемы с синуситом. Вот здесь вот собиралась жидкость, да? Гайморит меня когда-то беспокоил. Но вот какое-то время я к нему ходила, потом вот эти вот все вот у меня гайморит, синусит, это всё прошло как-то лет пять, уже, наверное, даже больше не беспокоило. Даже, наверное, лет семь. Но появилась вот эта проблема. Значит, я пришла к нему так и так, говорю, что у меня запах изо рта меня это сильно беспокоит. И говорю, что это, скорее всего, связано. Точнее, не скорее всего связано. Я сказала, что это связано вот с этими вот камнями, значит, которые у меня в миндалинах, что это, наверное, танзелит. Прямо вот как есть так. Я сказала свой диагноз, который сама себя поставила. И что, наверное, это хронически, потому что это уже продолжается долгое время. Оно то есть, то нет. То есть это не связано с тем, что я там переболела ангиной, и после этого там неделю какую у меня это делось или ещё. Ну что, посмотрел это моё горло. Я не знаю, видел мои гланды, не видел. У меня как-то, если честно, вот знаете, у некоторых откроешь рот, язык достанешь, и вот они прям видны с двух сторон. Потом есть такой вот, я знаю, что у Тимура, допустим, да, у него прям всё видно в горле. У меня нет. Я не знаю, что видел доктора, насколько он там всё рассмотрел, да, но он там какие-то свои аппаратики, приспособления туда вставлял, смотрел. Но он ничего не сказал ни да, ни нет, не подтвердил. Он говорит, что даже если это у вас есть, маловероятно, что из-за этого запах. Он говорит, что, как правило, если запах есть, то это чаще либо желудок, либо зубы. Я ему сказала, что зубы исключено, потому что я вот была недавно у доктора. Он говорит, а что с желудком? Он говорит, что это бывает, что какая-то там бактерия в кишечнике, что вот из-за неё такое бывает, что вам нужно сделать гастроскопию, чтобы исключить вот это, да. Ну и спрашиваю, были ли у меня ещё какие-то жалобы, может быть, у меня гастрит. Я говорю, да, в детстве у меня был гастрит. Он говорит, ну вот, он никуда не мог деться. Это может быть тоже и из-за гастрита. В общем, вам нужно проверить желудок. Я говорю, так что с этими камнями? Он сказал, что, мол, из-за этих камней запах маловероятен. Я говорю, ну я же как бы их чувствовала, доставала, я же их видела. Что он говорит, просто когда период обострения, значит, вам нужно полоскать горло. Яблочным уксусом. Ну, сейчас не нужно делать так, потому что, да, яблочным уксусом нечистым. Его нужно разводить с водой. Ну, просто на всякий случай, говоришь, кто-то себе не обжёгся, а себе горло мало ли решит, что таким образом избавиться от проблемы. Он мне посоветовал, когда будет обострение, полоскать в течение дня, там несколько раз, прям часто, интенсивно, яблочным уксусом. Что, мол, он дезинфицирует, убивает бактерии, в общем, это поможет. Хотя я шла к доктору, уже начитавшись интернет, я уже была настроена, что если вот так оно хронически постоянно появляется и беспокоит, что он мне предложит удалить миндалину. Я где-то в голове прокручивала, что может быть и такой вариант. Ну, думаю, если доктор скажет, он же лучше знает, да. Но также я читала, что доктор может механически их почистить, миндалин эти. То есть у них там есть специальные же приспособления, аппараты, да. Вот. Но доктор ни того, ни другого мне не предложил. Просто полоскать яблочным уксусом. И как бы и всё. Мне, конечно, в душе немножко показалось, но странным где-то в голове у себя, потому что я считала, что хронический патентинзилит, он потом со временем может давать осложнение на другие органы, там сердце, печень, там не знаю, куда там эти бактерии дальше пойдут. Ну, ладно. Он мне дал направление на гастроскопию. Там была большая очередь, конечно же, месяца четыре я, наверное, ждала, если не больше. И вот мне кажется, что в мае прошлого года я сделала эту гастроскопию. Сказала, да, с какой проблемой я пришла. Они сказали, что посмотрят, да, вот какую-то там они бактерию искали в желудке. Но её не нашли, её не было. Сказали, всё хорошо. Всё хорошо, всё хорошо. Дали мне, значит, заключение. Нет, не мне дали, отправили доктору и лору, и семейной. Я почему-то пошла не к лору, а к семейной, узнать, что там с моей гастроскопией. Семейная сказала, что всё в порядке. Но они вот вам выписали понтопрозол, по-моему, пить. Она говорит, вас беспокоит желудок? Я говорю, вообще нет. Ну, как бы никаких жалоб, ничего не беспокоит. Она говорит, зачем надо пить таблетки, если ничего не беспокоит. Если будут какие-то жалобы, приходите, я вам выпишу, дам рецепт. Типа сейчас, ну, как бы ничего такого серьёзного у вас нет. Ну, и как бы с этой мыслью я ушла. Значит, с желудком у меня всё в порядке, с зубами, значит, у меня всё в порядке. Значит, у меня танзелит, значит, запах оттуда. Значит, нужно просто, когда обострение, интенсивнее полоскать яблочным уксусом, да? Ну, и вот и бывало, так знаете, в течение следующего года. Я уже к лору не ходила. Я понимала, что как-то он не сильно заинтересовался в моём танзелите. Ну, здесь, конечно, была моя ошибка. Надо было пойти к другому доктору, может быть, даже к немцу, потому что у немцев всё очень просто. У них чуть-чуть что сразу отрезать. Ну, как-то я привыкла доверять врачам, с одной стороны. С другой стороны, моя привычка, да, не доводить до конца, наверное. Как-то я смирилась с тем, что просто время от времени нужно полоскать яблочным уксусом. Оно же не постоянно, оно же то есть, то нет. В течение года, вот, допустим, какой-то месяц меня беспокоит, какой-то месяц уже вроде ничего, да? И в момент обострения, когда беспокоят, эти камни могут реально в течение дня, там, каждый день в течение вот недели выпадать или раз в день, или там несколько раз в день. Вот это вот так примерно, да? Вот, и значит, шёл этот год. Ну, мы раз в полгода ходим в зубном на проверку. Какой-то из этих очередных приёмов мне предложили почистить камни, вот эти, знаете, дёсна прям поднимать. Укол колют и поднимаются, там вот чистят. Мне это всё сделали. То есть, я уже понимала, что, опять же, зубы исключаем, что запах таких от этой миндалины. И знаете, в какой-то момент я почему-то начала понимать, что это именно с правой миндалины. Я не знаю, у меня было чувство, что, как будто бы я чувствовала, что выпадает именно с правой. Я не чувствовала, что где-то что-то увеличено, либо что-то где-то болит. Значит, не было каких-то особых таких беспокойств, но я просто чувствовала, что это с правой миндалины. Вот прям вот на 100% я уверена. Потом, значит, был отпуск. Я, наверное, уже ничего не пропустила, да? Мы поехали вот летом в отпуск. И, значит, я обнаружила вот эту вот шишку на шее. Ничего не предвещало. Мне до этого ничего не болело. Ничего не беспокоило. Просто монтировала видео и случайно заметила шишку на шее. Я вам ради интереса, даже если не забуду, если забуду, напомните, вставлю таки это видео, в котором я это заметила. Мне вот интересно, вы заметите или нет. Я потом пересматривала тоже не так сразу заметно. Я не знаю, вот просто повезло. И, значит, я заметила ее. Я поняла, что это, скорее всего, лимфоузел. Она читалась, опять-таки, в интернете, что если лимфоузел появился, то он может там появиться на фоне ослабленного иммунитета, с какими-то там болезнями, ну, этими вот просто простудными, да? Что как бы обычно само по себе проходит в течение двух-трех недель. Ну, я бы сказала, Саша показала, что тут видишь шишка, там все. Он говорит, ну, если ты сильно переживаешь, давай, говорит, прервем отпуск, поедем, пойдешь к врачу, успокоишься, сходишь, узнаешь, ну, что все в порядке, и все. Я решила, что это не имеет смысла, потому что, во-первых, лимфоузел очень маленький. Он действительно был там, не знаю, с фасолинку размером. Небольшую фасолинку, но действительно маленький. Меньше, мне кажется, сантиметра. И плюс, я понимала, что если я скажу, что вот я вот только что обнаружила, да, то мне скажут, ну, это, скорее всего, там какая-то была простуда, подождите недельку-две, да, оно само пройдет. Я решила, что нет смысла прервать отпуск. Ну, там уже дальше разберемся, когда вернемся. Но сколько я гуглила, все равно же оно покоя не дает. Вот, у меня все равно постоянно подкидывало вот эти вот, когда ты забиваешь в интернете, да, что у тебя воспалился на шее лимфоузел, и он не болит, тебя все время почему-то она выкидывает вот на сайт или там какие-то вот ответы, что значит, что на лимфому, короче. И я в голове понимала, что, блин, чисто теоретически это мог бы быть рак, да. Ну, мысль откидывала, ну, типа, чего вдруг, да нет, мне же ничего не болит, я себя чувствую хорошо, никаких предпосылок, там, не знаю, прочитала же тоже там потливость по ночам, вот это вот если лимфома, да, еще там прочее всякое, у меня ничего такого нету, думаю, ну, чего вдруг. Но все равно в голове у меня уже эта мысль такая появилась, значит. И вот мы приехали, когда с отпуска, кстати, в отпуске был интересный момент, никогда такого у меня не было. Я вот сейчас расскажу, но я не знаю, это связано как-то с этим, не связано. Может, просто совпадение, перегрелось, лето, жара. Но вот единственный один раз было так, что вот это был предпоследний день перед нашим отъездом. Мы были на рынке, кто помнит видео с Миланкой, она там выбирала какие-то брюки, какие-то поприкушки. Это было в первой половине дня, это было с утра. И я в какой-то момент резко почувствовала, что я просто вырубаюсь, я сейчас заснула вот прям здесь стоя, просто дико захотелось спать. Неплохо, не тошнило, не кружилась голова, а просто как будто вот силы ушли, мне нужно резко уснуть сейчас. И я прям подумала, блин, какая-то фигня. Саша, говорю, все, поехали. Говорю, Милан, покупай быстро что-то там хотела. И говорю, поехали быстрее с этого рынка, что-то как-то странно. Потом через время прошло. Все, больше ничего такого подозрительного я не замечала. Вот. И значит, приехали мы уже сюда. И спустя, наверное, еще неделю я пошла к семейной. Пыталась все понять, растет этот лимфоузел или не растет. Но знаете, когда он очень маленький и растет, но это не так уж сразу заметно, да, потому что, ну, чуть-чуть на миллиметрик больше стало. Ну, кто там видит эту разницу? И когда смотришь, растет, не растет, непонятно. Ну, и ладно. И значит, пришла я к семейной, так и так показываю. Я говорю, она говорит, температура там что-то беспокоит, горло болит. Мне ничего не беспокоит. Мне все хорошо. Я говорю, вот единственное, что меня беспокоит, я опять же ей сказала, вот про эти вот камни в горле. В тот момент, вот да, они опять начали выпадать. И когда вот мы были уже в палатке летом в отпуске, Саша говорит, что знаешь, запах немножко изменился, и он теперь постоянно. То есть нет такого, что он то есть, то нет. А вот на протяжении всего вот времени, что мы отдыхали, он говорит, он постоянно есть. Но он другой. Он какой-то другой. И вы знаете, кстати, вот вернулся к прошлому, я потом в какой-то момент чувствовала этот запах, потому что мы коронам начали ходить в этих масках. Вот когда в маске, я чуть-чуть его чувствовала, но не сильно. Так вот, когда Саша сказал, что запах стал постоянным, и он изменился, я опять же понимала, что это с правой стороны. Я не чувствовала запаха, но я понимала, о чем идет речь, потому что я чувствовала какой-то странный вкус. Привкус именно там вот далеко в горле, именно с правой стороны, именно от этой миндалины. Я не могу объяснить, что это за вкус. Это не вкус крови, точно нет. Я не знаю, может быть, это гной. Я не знаю, какой гной на вкус, да. Ну, то есть какой-то вот странный запах, не запах, вкус. Я его так, если вот так поделать, где-то вот в горле, именно там вот далеко, я его чувствовала не на кончике языка, а вот именно где-то там я его чувствовала. вот значит пришла я к семейной рассказала там все чего как она мне пощупала на еле в еле смогла нащупать этот лимфоузел прям пальцем когда ткнула он кто и как мы вообще заметили такой маленький мула он растет игры я не знаю я не могу сказать растет не растет может быть нет может быть растет но она говорит но ничего такого вроде страшного не выглядит но нужно сдать кровь дальше я вам по моему уже рассказывал кто смотрел постоянное видео тот уже помнит поэтапно как я ходила к врачу к одному другому я вам все рассказывала значит нужно сдать кровь но говорит ты сходи еще к зубному это может быть по их части если там зуб мудрости где-то вы здесь вот воспалился еще что-то может тоже на лимфоузел дать и клору и говорит давай клору сходишь тогда вот сдадим кровь пускай он тебе тоже напишет на что именно да скорее всего он тоже захочет анализы посмотреть и уже вместе с все вместе сда чтобы два раза не сдавать значит я пошла к лору он тоже посмотрел так знаете ну вроде не сильно ничего страшного там все я ему напомнил опять же про свой танзелит и камни я говорю вот у меня сейчас опять эта проблема то есть она сейчас в обостренной стадии чувствует и запах говорю и и вкус я говорю вот это все и камни значит я все говорю это чувство смотрел в рот ничего не нашел я говорю ну знаете у меня постоянно такое ощущение что у меня какая-то слизь по носоглотке течет но она уже тоже довольно давно но больше года такое я уже анализируя я уже себе придумала от чего это может быть от того что раньше меня постоянно беспокоил синусит и гайморит а теперь перестала беспокоить но я понимаю что все равно периодически мне есть такое какое-то ощущение вот здесь вот в лице как будто там что-то иногда бывает но она не болит не беспокоится раньше меня было такое что прям когда была обострена что болит прям разговаривать больно от этого да но это очень нужно лечить то потом как-то она вот не было никаких беспокойств просто вот игры время от времени у меня ощущение как будто у меня какая-то слизь по горлу стекает по задней стенке и кстати меня же много лет уже мучает кашель не тоже не могу прокашлится просто пару раз денег кашляну и что-то выкашливаю вот знаете как кашель курильщика только вот не калут не прокашлится вот пару раз в день как кашляну и вот такое вот да и я уже это анализирую я уже подумала что именно в миндалинах из-за этого и собирается до что этого слизь течет эти вот бактерии все это же все да и она туда собирается наверняка и кашли опять же тоже от этого я решила потому что мне легкие тоже проверяли сколько там лет назад из-за этого кашля там было все чисто но сказать что может быть тоже из-за желудка на желудок как бы кроме гастрита который меня не беспокоит и желудок не сейчас не болит но как бы ничего такого не было да и тут уже чисто мой анализ вот откуда это слизь вот это вот ощущение я допустим не могу спать на спине мне комфортно я начала понимать почему потому что я когда я сплю на спине мне как будто бы собирается здесь слизь и как будто бы не хватает воздуха и присыпаешься от того что как как хрюкнешь храпнешь вот так вот да и потом как бы задышишь повернешься на бок и спишь нормально ну вот как бы вот такой момент и я значит сказала доктору что вот у меня ощущение что у меня вот по задней стенке значит горло стекает с какая-то слизь он посмотрел на моё горло гортну дайте-ка я еще раз гляну горит на нее у вас наоборот слишком пересушенная слизь слизь горло слишком пересушена сухое недостаточно вот слизи будут смазки вот этого он говорит от этого и это ощущение что наоборот вы дышите она как будто склеивается вместе не хватает вас влаги да и ощущение что вы значит там слизь но он так убедительно рассказывает но кто его знает уже доктору наверно знает лучше да а я просто себя накручиваю и потом значит он мне выписал капли в нос не капли масла мол я буду капать нос и она будет смазывать вот значит всю мою вот это вот место и мне будет легче я попробовала какое-то времени не поняла особо разница и забросила это дело если честно и тогда же я ему опять напомнила да вот про камни про запах и так далее он посмотрел мои вот анализы старые после прошлогодние после гастроскопии говорит ну так у вас же говорит гастрит мой тип c1 я не помню честно сказать какой там тип они же там разные вот мол от этого и запах я говорю я чувствую что отсюда гривне не это будет у вас от желудка я говорили что мне делать чтобы от этого избавиться ногу ведь ну вот почитайте в интернете про желчную диету вот у вас как раз желчный тепло в общем почитайте про желчную диету об этом очень много разных вам не нужно прям совсем у строго строго этой диеты придерживаться ну чисто так исключить какие-то продукты значит вот все вы чтобы вот это все нормализовать и не было значит этого запаха все пройдет ночьOK я вам рассказывала как раз тогда вышло что не про желчную диету рассказывается про запахом не говорила ну как там не знаете некомфортно было вот не говорила вот и также он не выписал капли нет ни капли таблетки не помню какие-то на основе ананаса которые снимает оттек он вы что может быть ну как бы поможет вот от этого до отсек снимает быть можешь таблетки купить я купила в аптеке он показывал тоже и можешь вместо них просто шайбу ананаса съедать она как бы равносильно это именно таблетки на основе ананаса к вам вам к сведению ананас оказывается снимает отек говорят что это действительно так и потом загуглила вот но горит для вашего спокойствия я вам таки дам направление на узи проверить на всякий случай что там да и выписал мне еще направление на узи вред доктор но это же наверное будет не скоро будет ну да там большие очереди но никак не поспособствовал чтобы не это как-то ускорить я знаю что у докторов есть вроде как такая опция не то какой-то код дописывает и могут принять быстрее но решил наверно что это не очень важно и дал мне обычное направление я записалась и не термин вот через два месяца в общем когда вот мне 2 операции сделали вот только подошла бы моя очередь на узи значит в голове все равно осталась какая-то неясность дал мне выписал анализы крови я сдала пошла к семейные анализы крови и пошла в зубной обычные которые обычно хожу она посмотрела она сказала что нет вряд ли это связано как-то с зубами но говорит я на всякий случай тебе дам значит направление к зубному хирургу вот который мне летом зуб мудрости удалял говорит пускай он там сделает рентген посмотрит может быть он что-то найдет я скептически к этому отнеслась но такие записалась думаю ладно но все-таки как-то мне этот лимфоузел покоя не дает думаю использую все возможности зубной хирург так зубной хирург значит и да пошла я с этим направлением зубному хирургу зубной хирург мне даже не заглядывал в рот я вам скажу не просил не открывать рот ничего он просто очень внимательно пощупал лимфоузел с этой стороны пощупал с этой стороны он сам его реально нащупал нашел я видела его задачный вид и он сказал я вам дам направление на кт с контрастом если вдруг понадобится потом уже направлю вас дальше но я поняла что вот он первый человек который понял что там что-то может быть совсем не то да значит по поводу моих анализов крови что я сдала я пришла к семейной оказалось что с анализами там все в порядке не помню я не медик какой-то один показатель был чуть-чуть не в норме ну там совсем чуть-чуть за норму там не помню выше или ниже на что доктор сказал что это часто бывает при аллергии у меня нет никаких аллергий я несколько раз делала тесты на аллергии ну ладно мы на все не можем проверить кто знает допустим в общем не передали этому значение да и значит дали мне направление значит на это кт с контрастом ну а для него нужно сделать сдать два анализа на щитовидку по моему и на что там еще до забыла новый курсе кто знает короче я позвонила семейные игры так и так на грибыла узнать я у зубного хирурга не грим не дал направление на к т из контраста мне нужно сдать кровь на этот анализ на бреда хорошо я записала значит она меня записала на этот анализ и прям так знаете взволнованно сусила чтобы что его смутило а почему он решил что вам нужно как ты с контрастами я не знаю да куда к решу да да хорошо значит здесь и вот ну кровь придете все значит я пошла сдала кровь к т с контрастом была ждать чуть меньше но не чуть меньше гораздо меньше всего три недели они два месяца и я значит пошла сделала этот кт с контрастом он мне выписал что не сделали шея и нижняя часть головы челюсть два направления до после этого значит через там денег а там был у него ответ я пошла к зубному хирургу значит за ответом он посмотрел и дал мне сразу направлению он говорит вам нужно этот лимфоузел обязательно удалить значит его там измотан анализ дальше уже будет видно но первым делом это удалить я значит взяла это направление но решила подстраховаться пошла еще к лору показала ему тоже значит этот вот результат он тоже уже так взволнованно посмотрел он говорит нет что-то мне говорит не нравится там показывал что внутри лимфоузла некроз некроз это уже исходя из моего опыта это не очень хорошо поэтому точно точно нужно удалить дал мне еще значит одно направление тоже в больнице на удаление кстати хотела посоветоваться еще и семейный но она на тот момент была в отпуске ну значит я записалась вот в результате на операцию причем сначала в клинике мне сказали что это возможно киста которая крепится за миндалину и скорее всего придется и кисту и миндалину удалить и когда я отошла от наркоза и узнала что миндалину не удалили я честно сказать расстроилась потому что я понимала что вот это все мои беспокойства вот этот вот запах камни это все именно с этой правой миндалины я думаю но сейчас наконец-то мне эту миндалину удалят вместе с этой кистой и все будет хорошо ну а дальше вы все знаете не тут то было так вот и когда уже у них после того после гистологии что мне сказали что у меня значит рак это было метастаза после этого когда они начали подозревать что это миндалина я немножечко но они там горе чуть ли не 90 процентов или там большая вероятность я немножечко так отнеслась к этому скептически потому что я понимала что скорее всего они на этих вот снимках увидели просто вот эти камни может быть там не понять камни рака ну просто там заполнено вот этот пространство да я думаю скорее всего там будет вот это но все подтвердилось и я конечно не могу сказать что мой танзелит если это был танзелит что он способствовал развитию вот этой вот раковые опухоли от другой стороны почему такое странное совпадение да именно миндалина именно с правой стороны но тоже мысли такие у меня в голове если бы мы все-таки удалили бы эту миндалину еще тогда давно был более трак может где-то был бы другой миндали не может быть вообще бы не было вот такие вот мысли знаете в голове крутится может быть конечно стоило так другому доктору пойти быть более настойчивой знаете ну вот такие вот моменты короче а так предпосылки вот получается что были до были это предпосылки нет ну когда уже в голове все сложишь ты как бы понимаешь откуда ноги так сказать растут вот кого-то сейчас возможно запутала кому-то сейчас наоборот может быть помогла и какую-то мысль натолкнула кто-то придет провериться возможно да если хоть одному человеку это поможет это уже хорошо если что-то объяснила непонятно где-то что-то упустила спрашивать расскажу ну вроде бы как-то так и я кстати сашей обсудила я сказала что блин это скорее всего вот это вот просто последствия вот этого вот танзелита да во время невыличного и мы спросили у доктора вот сейчас когда были в клинике последний раз когда они уже подтвердили что это рак миндалина что мог ли танзелит способствовать этому он сказал что вряд ли потому что у меня нашли вирус папиллома человека значит 16 на 16 типа да и что как бы вот это скорее всего и вызвало рак вроде как убедительно да но с другой стороны странно звучит маловероятно потому что если вы забьете в интернете рак миндалин это вам четко будет везде написано что это чаще всего всего встречается после 50 лет чаще у мужчин и чаще именно у тех кто курит и выпивает до прилично то есть в моем случае это маловероятно как-то так друзья все же рассказала вы пойду спать вам желаю не болеть никогда не сталкиваться с этой бякой следить за своим здоровьем и вот что немаловажно хотела еще сказать что знаете сколько смотришь везде читаешь всех все таки умные говорят нужно следить за своим оздоровьем не затягивать и обнаруживать болезнь на ранней стаде но когда ты ходишь к докторам ты молод и тебя ничего сильно не беспокоит но вот такие какие-то легкие жалобы да такое ощущение будто бы тебя всех доктора хотят отфутболить ну типа ну что ты молодая пришла со своими вот этими жалобами такое ощущение чуть ли там не сухмылочки что-то там мол из пальца высасываешь свои болячки да а в результате на хоп и вот так вот обернулась возможно если там ходишь какую-то частную клинику за большие деньги там конечно другое отношение там лишь бы ты хотел что-то сдать какие-то анализы какие-то проверки потому что за все ты платишь большие деньги но здесь немножечко это все иначе да вот друзья все теперь уже точно все прощаюсь с вами до завтра напишите свои мысли по этому поводу могло ли это способствовать были ли реально вот это вот и и предпосылки да и либо это все просто совпадение но я вот проведя у себя в голове анализ пришла именно к такому заключению все всех обнимаю друзья еще раз с вами прощаюсь всем пока